Стены пустые. В них ничего нет. Вот состояние вот этого дома. В эпоху развития градостроительства эти люди вынуждены выживать в бараках. Для них время словно остановилось. На календаре вечная пятница 13-я. Дом номер 4 по улице Рабочая был построен 100 лет назад. Но вот только не для людей. Здесь находились конюшни. Засыпной каркас, хлипкие стены, отсутствие дверей. С тех пор мало что изменилось. Вот, смотрите. Стен. Вот. Все. Вон квартира. Видите? Стена уже квартирная идет. Тоска. Зимы здесь боятся наравне с дождями. В этот период в квартиру страшно ступить ногой. Крыша покосилась настолько, что вся вода за минуты оказывается на полу. За прогрев дома отвечает печка. Но вот только тепло здесь надолго не задерживается. Вот была эта зима, к примеру. Топили по два раза. Печки накаленные. Пока печка топится. Отопление здесь у нас печное, дровяное. Пока печка топится, дома тепло. Печка истопилась. Два часа дома холодина. Все в напряжении. Боишься. Вот-вот что-нибудь загорится. Печки все у нас в аварийном состоянии. Печки ломаем. Каждые два-три года новые перекладываем. Потому что они уже не терпят. Заваленных в доме нет. Все разрушено. Все гнилое. Кто чем как утеплять. Кто махрами, кто старым тряпьем. Все. Как говорят жильцы, дом признали аварийным еще в 2012 году. Тогда они получили заключение, что несущие конструкции находятся в недопустимом аварийном состоянии. Есть прямая опасность обрушения. С тех пор люди начали бить тревогу по всем инстанциям. Сегодня у них уже накопилась целая папка с ответами архитекторов, экспертов и соответствующих ведомств. Переселение назначили сперва на 2024-й, а после и вовсе сдвинули еще на 4 года вперед. Также мы обращались в прокуратуру. Сейчас вот пришло то, что оснований для переноса на более ближайший срок вроде как бы нет. То есть жить еще можно до 2028 года, дом простоит. Вот так вот. Простоит или нет – вопрос времени. В доме помимо взрослых живут еще и дети. Для них ночь – самое страшное время суток. За стеной постоянно слышатся посторонние шорохи. А как подмечают старожилы, под полом помимо мышей теперь умещаются и собаки. С приходом весны частыми гостями становятся мокрицы и сороконожки. Очевидцами незваных стала и наша съемочная группа. Во время разговора под плинтусом ненавязчиво скреблась крыса. Все, у кого была возможность, давно переехали из аварийного жилья. Кто-то снял квартиру в городе, кто-то временно живет у родственников. Те, кто остались, своими силами спасают то, что заранее обречено на провал. Ситуация накалилась до предела. Люди боятся однажды проснуться в братской могиле. Остались только те, кому действительно деваться некуда. Уже не родители, не близких. Как говорится, живут просто как на пороховой бочке. То есть вот, дай бог еще год барак отстоит. Дай бог. Если не отстоит, то есть как бы просто рухнет, просто и все. Людей завалит. Как говорится, будет братская могила. Первоначально дом принадлежал индинскому деревообрабатывающему заводу. После чего был взят под крыло администрации, куда и обратилась наша съемочная группа за официальным комментарием. Глава города Александр Иванович признался, проблема действительно наболевшая и знакомая. Как только дом был принят на баланс муниципалитета, начался сбор документов для переселения граждан. Однако процесс затянулся. Сейчас было принято решение создать маневренный фонд. На Ломоносово улице, это у нас на Диатомом комбинате, мы ремонтируем. У нас в ходе ремонта две комнаты. Ну, давайте назовем их не квартиры, потому что там есть общий туалет в коридоре. Но все-таки у нас появится в ближайшее время маневренный фонд, две комнаты, куда могут непосредственно те, которые сегодня нуждаются, и, надеюсь, они согласятся, мы их в ближайшее время предложим. Если они согласятся, переселим во вновь отремонтированные две комнаты. Главное, чтобы у людей наконец появилась надежная крыша над головой. Команда Улправда ТВ будет пристально следить за развитием событий. Александра Никитина и Владимир Куликов. Специально для Улправда ТВ из Индинского района.